Усадьба Архангельская Мы находимся в двух километрах от усадьбы Архангельская. Она построена в 18-19 веках. Архитекторы этого поселка вдохновлялись чертежами позапрошлого века. Поэтому мы можем видеть множество архитектурных элементов, свойственных классической архитектуре, которые были взяты из усадьбы. У нас замечательная наша любимая рубрика «Умники-умницы». Я считаю, что это тот самый фасад, на котором стоит раскрыть все элементы классической архитектуры, классического фасада. Здесь их огромное количество. Давайте будем двигаться сверху вниз и начнем с архитектурного карниза. Он опоясывает все здание, то есть по всему верхнему периметру. По сути, это край крыши, выступающий вперед от стен. Он является не только декоративным, но еще и функциональным элементом, потому что защищает внутреннее подкроильное пространство от осадков. Далее у нас кронштейн. Здесь их несколько, в частности, например, на карнизах тоже есть кронштейны. Архитектурный кронштейн – это выступающий элемент, подрасположенный над ним горизонтальным элементом здания. Например, под карнизом. Кронштейн может быть самостоятельным элементом или в части какой-то конструкции. Он может нести и декоративную функцию, и несущую, в том числе. Следующий у нас фриз. Это вот здесь под карнизом небольшая такая лента. В современном зодчестве ее используют для обрамления или завершения части здания. А вот между этажами – это гурты. Их часто еще ошибочно называют карнизами, но это неправильно. Гурты или тяги с их помощью осуществляют горизонтальное членение здания и задают порядок в ордере. Они имеют, между прочим, тектонический смысл. Но здесь речь не о тектонических плитах. Речь о тектонике, то есть о композиционных свойствах, которые оказывают зрительный эффект на восприятие пропорций здания. Дальше идут наличники. Это достаточно классический элемент – обрамление окон и дверных проемов. Здесь их очень хорошо видно, прям по периметру окна. Вот идут как раз эти наличники. Кстати, наличники могут выполнять четыре функции. Это конструктивная, защитная, декоративная и тектоническая. А еще посмотрите этот интересный элемент над верхним наличником. Вообще, это все пошло от так называемого замкового камня. Я вообще думал, что замковый камень – это речь про арки. То есть когда выкладывали кленовидными камнями арку, сверху вставляли отдельный камень, его выделяли, он называется замковый. Слово «замок», то есть он запирал всю эту конструкцию, что она становилась прочной. То есть без цемента, без всего, без растворов. Все это держится много сотен лет. Но дальше этот элемент, то есть центральный камень, он стал появляться еще и на обычных прямоугольных окнах. То есть в данном случае он просто нес уже декоративную функцию. И часто его делали именно клиновидным. Но вот здесь уже сделали чисто декоративным. То есть даже не видно клина, просто прямоугольный. Но вот такой вот интересный завиток. Я предполагаю, что это произошло из-за того, что сочетались как арочные окна, например, так и обычные прямоугольные. И для того, чтобы связать в единый стиль, добавляли вот такой элемент. А рядом у нас, посмотрите, элемент, который называется «слепое окно». Его заложили, потому что внутри там хамам. Интересную историю, кстати, прочитал про слепые окна. В Великобритании очень много зданий, где большое количество заложенных слепых окон. Там в определенный момент ввели налог на богатство. И в домах, где было больше десяти окон, брали повышенный налог. При этом налог, он возрастал в несколько раз. Грубо говоря, два шиллинга было. А если больше десяти окон, то еще плюс четыре. Поэтому в домах решили бороться с этим. И закладывали какое-то количество окон. До сих пор множество зданий в Великобритании с заложенными окнами. Не только русские смекалки появляются. Да, это точно. Но в данном случае слепое окно нужно, потому что там внутри хамам. И окно обычное, стеклянное, не нужно. Ну и завершая тему окон, давайте еще раз берем один элемент. Называется сандрик. Это разновидность карниза. Но располагается он обычно над окнами или над дверными проемами. То есть, по сути, такая профилированная полочка. Вот, кстати, в данном случае тоже с кронштейнами. Так, ну а здесь у нас пилястра. Ребята, это я бы назвал такая недоколонна. Вариант членения вертикального уже здания. То есть, тебе не надо делать полноценную колонну. По сути, экономия материала. Здесь есть капитель небольшая и база. Если бы их не было, то такой архитектурный элемент назывался бы лопатка. Про экономию прям как-то вообще не вяжется. Так как это? Ну, одна колонна, представляешь, вот колонна. Сколько в ней надо? Плюс еще, чтобы она что-то держит. Их много тоже не сделаешь. А тут вот дополнительно сделали две такие пилястрочки. И вообще замечательно все выглядит. Еще, кстати, посмотри, подготовили уже вывод под освещение. Красивый светильник сюда вешается. Выглядит волшебно просто. Это просто такой декоративный элемент. Абсолютно точно. У него никакой несущей функции нет. Еще и тектонический смысл он тоже может иметь. Так, ребят, забыли-то еще главный элемент, который сверху сам находится. Это балюстрада. То есть она огораживает террасу на третьем этаже, которая находится. Она, по сути, состоит из фигурных столбиков, которые называются балясины. А сверху перила. Вот еще один элемент, на который хочу обратить внимание. Как раз солнышко на него светит. Это называется русты. То есть, по сути, это такие накладные элементы. В моем понимании, в нашем ИЖС, это всегда именно обрамление углов. Но на самом деле в архитектуре они встречаются и просто на фасаде здания. Делают их из декоративного камня, из кирпича. Сейчас из искусственных материалов, но не в данном случае. Здесь весь фасад, все вот эти элементы, о которых мы говорим, сделаны из натурального камня травертина. А про варианты отделки травертина мы с вами говорили. Мне, кстати, этот камень именно для классических фасадов больше всего нравится. Он такой теплый, бежеватый. В общем, очень достойно смотрится. Так, ребята, у нас еще не все элементы. У нас есть еще передний фасад. Магия монтажа. Итак, есть еще ряд элементов, которых нет на заднем фасаде. В частности, например, филенки. Это часто прямоугольные накладные элементы с внутренней частью. Внутри еще иногда располагают какие-то тоже декоративные элементы. Тут попроще все, ничего внутри нет. От слепого окна отличается тем, что это все-таки накладной элемент. Вот этот интересный элемент называется модульон. По сути, такой вот завиточек. Ну и, конечно же, как же обойтись без колонн в классической архитектуре? Вот они, родные. Они состоят из базы, ствола, колонны и капители. Колонны бывают разных ордеров. Я раньше думал, что ордер определяется исключительно по капителе. Но, оказывается, все имеет значение. Например, эта колонна дорическая. У нее есть вот такие вот канелюры. Вот эти выемки называются канелюры. Если вы хоть как-то изучали архитектуру, то знайте, что это разновидность римской дорической колонны, потому что у нее есть база. У греческой базы отсутствует. А вообще существует основных четыре ордера. Это ионический, дорический, тосканский, коринфский. Есть еще и смешанный ордер. Друзья, мне кажется, это самое время поставить лайк этому видео. Чтобы больше людей вдохновлялись классической архитектурой. Без нее никуда. Она все-таки на века. И нас будет преследовать еще долгие-долгие столетия. Так, ребят, я посмотрел тут статистику. Оказалось, 81,8% зрителей из миллионов просмотров смотрят канал без подписки. Как такое может быть? Вы смотрите, но не подписывайтесь. Быстренько нажали на кнопочку, сделали ее не красной, а серенькой. И колокольчик тоже нажмите, чтобы ничего не пропустить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok